В мире не существует ни одной пары кошек, которые были бы похожи друг на друга. Не внешностью, конечно, а поведением. У всех усатых-полосатых абсолютно разные пристрастия, повадки и ритуалы. И к каждой нужно искать свой подход. Независимость кошек – это скорее миф. За последние сто лет породистые мурлыки эволюционировали и стали очень привязаны к человеку. Ну, почти как собаки. Просто собаки-экстраверты. Они более наглядно показывают свою любовь к хозяину. Кошки же более закрыты и демонстрируют свою привязанность не так активно. Также кошки не любят перемен. Это ввергает их в стресс. И в целом они больше подвержены эмоциональному перенапряжению, чем собаки. Как и многим людям, нам иногда кажется, что наши питомцы делают что-то назло. Но коты этого делать не умеют. И разодранные обои или лужи на полу – это не акт сопротивления, а признак проблемы. Вопреки устоявшемуся мнению, кошки по своей природе не мстительны, а просто реагируют своим поведением на что-то, нарушающее их комфорт и спокойствие. В этом случае нужно проанализировать предшествующие события и попытаться понять причину конфликта. Кошки ничего не делают просто так. Они руководствуются двумя причинами. Это природные инстинкты и попытка коммуникации с человеком, чтобы сообщить о своей проблеме или потребности. Кошки, в зависимости от ситуации, способны испытывать злобу, ревность, голод, усталость, недомогание, отвращение и презрение. А еще они могут быть счастливыми, ласковыми, нежными, миролюбивыми, дружелюбными и внимательными. Но есть одно, чего кошки никогда не испытывают. Это чувство вины. Поэтому бесполезно ругать и наказывать своего питомца. Он никогда не свяжет кару с проступком, а просто обидится на вас. Практически каждый владелец хотя бы раз в жизни наказывал своего питомца, стремясь отучить животное от вредной привычки. И это большая ошибка. Если мы запустим в кошку газетой в тот момент, когда она, по вашему мнению, делает что-то не так, она, скорее всего, испугается и убежит. Однако, этот воспитательный метод ее ничему не научит. Даже если вы брызнули из водяного пистолета на кошку, которая лежит на обеданном столе, будьте уверены, как только вы покинете свой дом, кошка воспользуется вашим отсутствием и будет лежать на том же самом месте. Если верно подобрать метод обучения питомца, потратить на это некоторое время и терпение, то результаты не заставят себя долго ждать. Например, кошка вас кусает. Такой фокус неприятен для человека, но питомцу скучно и не на кого в данный момент поохотиться. И тогда он руководствуется природными инстинктами и реагирует на движущуюся добычу ваших руки или ноги. Такое поведение в профессиональной литературе классифицируется как агрессия хищника. Особенно часто она проявляется в тех семьях, где с котенком в детстве играли руками или отодвигали ногой, когда он мешал. Альтернативой такому поведению является разрешение охотиться на что-то безопасное и неодушевленное. Для этой цели прекрасно подойдут дразнилка или игрушка. Если ваш питомец любитель точить когти, а дорогущий кожаный диван, то в этом случае стоит предложить ему когтеточку. Тем более, что в наше время очень большой выбор когтеточек. Это могут быть напольные картонные когтедралки, накладки на стены и также столбики. Пожалуй, самая распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться хозяевам, это нечистоплотность питомца. Но часто промахи кушки связаны совсем не с желанием показать, кто в доме хозяин, а с определенной причиной, в которой и следует разобраться. Понаблюдайте за котом, может быть, он нездоров. Причиной отказа от лотка кошки может быть заболевание мочеполовой системы. Так что в случае внезапной нечистоплотности питомца лучше не откладывать визит к ветеринару и как минимум сдать необходимые анализы. Но, возможно, вашему мурлыке просто не нравится сам лоток, точнее его форма. При выборе туалета следует учесть размер самой кошки и длину ее хвоста. А при чем здесь, собственно, хвост? Возможно, спросите вы. Все просто. Физиологическая поза при справлении нужды у кошек чаще всего, когда хвост параллелен земле. Если он будет упираться в стенку или неестественно сгибаться, питомец, скорее всего, поищет себе другое место для туалета. Кот, которому не нравится туалет-домик, обязательно покажет вам это, сделав делишки на открытом пространстве. Бывает, что в таком лотке неудачная вентиляция или фильтры, поэтому запах накапливается, и мурлыка вынужден отправляться на поиски более благоприятного места. Иногда механизм дверцы лотка устроен таким образом, что при посещении котом лотка он падает на спину или прищемляет хвост. И кот пойдет искать другое место для своих дел. Но чаще всего причиной отказа от лотка-домика является единственный выход из него. Кошки так устроены, что во время справления естественных нужд чувствуют себя максимально уязвимыми для врагов. Наполнитель, его качество тоже имеет очень важное значение. Его структура, возможность впитывать запахи или пылить. Количество наполнителя – не менее важный фактор успеха при приучении кошки к туалету. Есть питомцы, которые любят, чтобы его было как в песочнице. Много с горками. Другим же мурлыкам неприятно, когда под весом собственного тела лапки начинают тонуть. Так что толщину слоя наполнителя в лотке вам придется подбирать экспериментально. Частая причина отказа кошки от лотка является плохо убранный лоток. Поэтому, если вы часто задерживаетесь на работе, предоставьте ему не один, а два. Если с усатой-полосатой при посещении туалета случится неприятность, или она испытает стресс, то животное может просто больше не подойти к ранее любимому лотку. Поэтому никогда не сажайте туда кошку силой, не удерживайте ее там и не запугивайте. Чтобы решить данную проблему, вы можете сменить место лотка, также форму лотка или поменять наполнитель. Это даст вашему животному выбор и уменьшит вероятность конфликта. Есть пять критериев, по которым мы должны обеспечить комфорт питомца. Это питье и корм, укрытие, мягкие спальные места, когтеточка и туалет. Мы не должны отказывать животному в общении, не только в ласке, но и в играх. И тогда ваша кошка будет по-настоящему счастливой. Я профессионально работаю с кошками почти 25 лет. И точно знаю, что если питомец вдруг огорчил вас плохим поведением, бесполезно кричать или запускать в него газеты. Здесь не наказывать нужно, а понять и простить. И, конечно, попытаться найти и решить проблему. А в нашей программе время для следующей рубрики. Сегодня в рубрике «Груминг-салон» мы вновь будем делать домашних питомцев прекрасными. Сегодня в кадре, в качестве модели, у нас вот этот очаровательный товарищ породы Шицу по кличке Боня. И профессионально делать его прекрасным будет сегодня наша Аллочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Что же мы приготовили? Что? Сегодня мы сделаем, так сказать, Бонечке красивые хвостики, потому что он сейчас находится в периоде отращивания красивого топ-кнота. Это челочка длинная, правильно? Длинные волосы, да. Вот здесь должна быть красивая шапочка и большой-большой красивый хвост. Так как сейчас у нас мало шерсти, мы сделаем несколько, чтобы задать направление росту шерсти. И приведем мордочку в порядок. Для этого нам понадобится несколько расчесочек, вот такие вот. Я буду помогать. Да. Вот такие вот со струной, чтобы нам сделать ровный, красивый подбор. В домашних условиях можно использовать пластмассовые, чтобы не повредить. Расчесочки для того, чтобы расчесать шерсть и обязательно вычесать, чтобы не было петушков и хвостик держался долго. И разного вида резиночки и бантики. Резиночки могут быть цветные. Я прямо вспоминаю свою молодость, когда я собрала дочков в школу. Да, все то же самое. И можно украсить это различными бантиками. Приступаем. Приступаем. Для начала мы расчесываем волосы Бонни, чтобы проверить наличие колтунов, не колтунов. Если есть колтуны, обязательно расчесываем их. Нам понадобится спица. А я буду что, держать? Да, первый хвостик, так как волосы короткие, мы начинаем от внешнего уголка глаза. Делаем направляющую. Не бойся. И то же самое от соседнего глаза. Делаем направляющую на пробор. Так, я буду резиночку, да? Да, вы можете выбрать резиночки, какие вам понравятся. Хорошо вычесываем. Держите. Вы можете вот здесь положить ручки, чтобы они не зачесали лишний шерст. Какой он молодец. Вот все-таки чувствуется рука профессионала, а они и вас слушаются. Не бойся, малыш, не бойся. Все красиво будет и не больно. Хвостик резиночки прячем под начальный закруток. Ой, такая красота. Теперь двигаемся дальше, так сказать, по лестнике. От середины глаза. И наверх. Забираем пряди. Ему не больно, правильно? Нет, это не больно, совершенно. Мы стараемся сделать хвостик так, чтобы кожа была не в натяжении. Потому что иногда бывает так, когда если завязать хвостик и долго его не снимать, и кожа будет в натяжении, возможно атрофия волосяных фолликул в этом месте и у собак очень часто в этом месте потом возникает лысина, где не растет волос. То есть нужно быть предельно осторожным. Аккуратным. Да, защищать в это время ушки, чтобы кожа ушей не попала в хвост, потому что на ушах очень тонкая кожа, и если несколько дней не снять этот хвостик, может пойти некроз. Вообще, с этими хвостиками он должен ходить постоянно или это декоративное такое украшение? Это декоративное. Я рекомендую эти хвостики снимать на ночь, все-таки, чтобы волос отдохнул, чтобы питомец было более комфортно спать и утром завязать новые красивые волосы. Мы завязываем их для того, чтобы ему было лучше видно и для того, чтобы шерсть сложилась так, как нам нужно, да? Да, да. По мере растания. И чтобы было красиво в первую очередь и удобно ухаживать владельцам в течение дня. Хвостики у нас должны идти в одном проборе, как первый начался, так и на расширение. И делаем, чтобы все было красиво и аккуратно. Держите. Спасибо. А сейчас вы можете выбрать бантик, какой мы сделаем Бонни. Ну, конечно. Если бы это была девочка, то я бы, конечно, взяла розочку. Но так как это мальчик, то мы вот возьмем то, что тут более подходит для парня. Можно выбрать вот такого формата, как похожие на выставочные банты. Шицу на выставку делают большой такой красивый хвост и большой красный бант. Так что можно сделать... Тебе вот такой красный бант, но еще небольшой, потому что ты маленький. Когда мы сделали хвостики, мы делим хвостик на две прядочки. Переднюю и заднюю. Заднюю почесываем назад и потихонечку натягиваем назад, чтобы хвостики встали очень красиво и не падали на глаза. Так мы проделываем со всеми хвостиками, которые мы сейчас сделали Бонечке. Ой, какие хризантемки у нас получились. Вот. Вот. Трех хвостиков достаточно? Да. Там как раз во всей поверхности. Вот такой красивый бантик. На переднем хвостике. Да, Бонечка? Будешь радовать сегодня своих владельцев и наших телезрителей. Вот. Вот такая красота у нас получилась. Салочка, огромное вам спасибо за те секретики, которыми вы делитесь в нашей программе. И до свидания. Спасибо вам. До свидания. А у нас время для следующей рубрики. Наконец-то наступила настоящая долгожданная весна. И сегодня в нашей рубрике мастер-класс один из моих самых любимых дней, потому что мы открываем дачный сезон вместе с ландшафтным дизайнером Ириной Закатюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, открываем калитку и проходим. Проходим. Итак, Ирина, еще, в общем-то, практически все здесь не обустроено. Мы даже не убирали, но сегодня, я так понимаю, мы все равно будем навалить красоту. У нас первый выход на наш участок. Первый выход всегда интересен тем, что мы не знаем, за что браться. Очень хочется, но пока работы еще нету, но мы сегодня найдем чем заняться. Давайте. Я предлагаю вот этот горшок немного модифицировать. У нас здесь участочек теневой, сейчас, когда раскроются тополя, здесь будет тень, и у нас здесь практически ничего не выживает. Мы несколько раз в этот горшочек сажали и всякие ноготки, и, в общем, однолетние, и что только не было. Да, здесь у нас тень, и у нас здесь ничего не бушует. Но у нас есть очень замечательный вариант. У нас есть барвинок, который растет в любых условиях. Верно. Многолетний, который абсолютно неприхотлив, он выдерживает солнце, тень, загазованность, вибрации, он выдерживает все. Наверное, для первой миссии на Марс подойдет барвинок. И для первой миссии в этом сезоне на нашем участке он тоже подойдет. Абсолютно верно. Поэтому мы сейчас возьмем барвинок из земли и пересадим его в этот горшок. Он сделает шапочку, свесится вниз, и у нас будет очень красивое здесь местечко. Давай. Надеваем перчатки и приступаем к работе. Вообще, сезон перчаток начался. Сейчас уже идет обрезка деревьев, сейчас уже начинается уборка на участках. Вот такие манипуляции. Поэтому в запасе у меня всегда их очень много. Итак, находим у барвинка такое местечко, где мы можем откопать его и пересадить в горшочек. Вот у нас здесь хороший вот кустик. У меня секатор есть. Если усики, которые зацепились, мы отрежем, ничего страшного. Они прекрасно нагонят новые побеги. И копаем лопаточкой кусочек барвинка. Я так понимаю, не очень глубоко. Не глубоко. У него поверхностные корни. Поэтому мы лопаточку вот не будем глубоко вставлять. Все, что у нас здесь зацепилось и переплелось, мы можем благополучно отрезать. Что мы и делаем сейчас. Барвинок, он выпуская лозу, он цепляется в некоторых местах на земле. И везде, где касается земли, выпускает корешки. Поэтому у нас получается множество самостоятельных растений. И вот как раз эти корни у нас и видны. Мы их тоже заправим в землю для дополнительного приживания. Поливать мне нужно? Сейчас мы землю поливать не будем. У нее с зимы еще сохранилась достаточно обильная влажность. Верно. Посадим, а после посадки прольем. Вот этот вот кусочек мы откладываем. И готовим наш горшочек. Давайте будем держать. Потому что он у нас укреплен не очень сильно. Для подготовки нам достаточно просто взрыхлить землю. И немножко убрать верхний слой земли. Для того, чтобы у нас получилась луночка. Вот так. Луночка у нас будет на половину горшочка. Вот так. Теперь наш кустик мы берем. Я предлагаю развернуть его вот в эту сторону. К солнышку. Хорошо заправляем все корешки. Чтобы у нас все было в земле. И присыпаем сверху. Во время посадки барвинка не надо бояться никаких загнутых кверху корешков. Обычно растения этого не любят. Барвинок, он приживется в любом случае. Это я гарантирую на 100%. Это растение, которое неубиваемое в общем. Это как раз то, что нам нужно. Абсолютно верно. Потому что здесь дорога, загазованность. И это недорогое растение. Поэтому его точно не украдут. А у нас бывает, к сожалению, на этом участке. Плюс огромный этого растения, что оно очень быстро разрастается. И создает шикарные покровы на почве. А также создает ампельные композиции в горшках. Вот сейчас мы можем его полить после посадки. Итак, поливаем. Поливаем так, чтобы земля у нас промочилась хорошо. И не вытекала водичка из горшочка. То есть порционно. Я стараюсь. Ну, примерно так. Ирина, огромное вам спасибо. С почином над всех. И до свидания. Пожалуйста, до свидания. А это была программа «Миллион друзей». Смотрите на. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!